Сочи примет молочную олимпиаду, а сегодня начала работу Международная конференция по производству и переработке молока. В Амеретинке появятся турникеты, шлагбаумы, новые дорожные знаки. Вопрос безопасности обсудили на планерке главы города. Кто кому и сколько должен, сочинцам объяснили, как правильно платить за потребленную воду. В Сочи пройдут бесплатные симфонические концерты. В городе состоится фестиваль легенды летнего театра. В школах Краснодарского края организуют туристические походы. Возрождение этой традиции Вениамин Кондратьев обсудил с кубанским путешественником Константином Мержоевым. Недавно Мержоев вместе с воспитанниками Центра туризма и экскурсии вернулся из экспедиции «Дорога героев», которая длилась почти два месяца. За это время они обогнули практически весь Северный Кавказ по следам боевого пути 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Прошли больше 4,5 тысяч километров по территории Кубани, Абхазии, Грузии, Азербайджана, Дагестана, Чечни, Ставропольского края и Ростовской области. По мнению главы региона, этот поход сделал для молодых людей гораздо больше, чем постоянные разговоры о патриотическом воспитании. Многие пути, в том числе боевые, являются предметом на уроках истории. Вот один ваш маршрут, один ваш этот поход 57 дней, я уверен, заменит сотни уроков истории в школе. И нам сегодня самое главное, чтобы вот такие живые уроки в школе в виде вот этого маршрута, с точки зрения именно похода, максимально были традиционными для кубанских сегодняшкольников и молодых людей. Есть задача, чтобы хотя бы треть школьников у нас ходила в походы регулярно. Возрождены маршруты, которые в советское время были, которые были заброшены, закрыты, и там были проблемы по частной собственности, как через нее там проходить. Ну вот такие вот все вот вещи. И маршруты для новичков, для тех, кто только впервые, скажем, идет в походы. И маршруты сложные для тех, кто уже много раз ходил. Уже в следующем году планируется, что походы по маршрутам памяти будут проводить в каждом районе Краснодарского края. Занимать они будут не больше недели, а затем организуют большой сбор всех участников экспедиции. Сами путешествия, они как раз дают то, что ты осознаешь на самом деле, кто ты в этом мире и какие люди вокруг тебя. То, что они такие же, как и ты, живут точно так же, такие же у них проблемы. Я думаю, что чем больше мы будем заниматься этим делом, тем будет лучше. Историю свою забывать нельзя, прокатегорически нельзя забывать. Россия имеет колоссальную историю. И у нас есть кем гордиться, и на кого смотреть и брать примеры. Вот здесь я вам хочу сказать огромное личное спасибо за то, что на самом деле вы этим живете. Вы живете молодежью, вы живете в будущем края, потому что это сильные ребята, которые будут делать край сильным. В противном случае, я еще раз хочу подчеркнуть, что их сверстники сидят в интернете. Да, это сегодняшний день. Безусловно, и мы его не можем сегодня взять и отодвинуть. Но есть альтернатива. То есть надо брать и показать им, что еще есть другой путь. Есть другое, не времяпрепровождение, а есть другая жизнь. Инструкторов для сопровождения школьников в походах обучают на базе краевого центра туризма и экскурсии. Только в этом году там подготовили порядка 500 специалистов. Сам же путешественник Константин Мержоев готовится к новой экспедиции. Тоже по дорогам героев 4-го казачьего кавалерийского корпуса, но уже по европейской части. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Восток – дело выгодное. Краснодарский край подписал меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере с Международной ассоциацией исламского бизнеса. Возглавляет ее Марат Кабаев. Сегодня с ним встретился губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев и президент некоммерческой организации Марат Кабаев обсудили возможные направления сотрудничества. Для нас не принципиально национальность бизнеса. И неважно, какой бизнес делает наш край сильнее, экономически сильнее. Даст динамику у всех отраслей экономики. Конечно, мы готовы предоставить и площадки для инвесторов, то есть под любые виды деятельности. Конечно, для нас сегодня очень интерес огромный, вызывает промышленность. Мы готовы к любому виду сотрудничества, к любому, который даст нам дивиденд, как я уже сказал, и в экономике, и в целом в жизни. А самое главное, поддержит ту стабильность, которая и сегодня есть социальную стабильность, экономическую стабильность, политическую стабильность в нашем регионе. То, что по инвесторам, это действительно очень сейчас многие желают, вот изъявили желание, да, допустим, войти в Россию, вот по всем регионам. И им интересно, конечно же, сельское хозяйство и строительство. Ассоциация, которую возглавляет Марат Кабаев, помогает бизнесменам со всего мира в поиске партнеров. Активно сотрудничает с предпринимателями Малайзии и Индонезии. При поддержке международной организации в Краснодарский край уже привлекли инвестора из Турции. Компания будет заниматься производством керамической плитки. Сочи примет молочную олимпиаду. Это крупное событие в мире молочного рынка город примет в мае следующего года. А в его рамках пройдет летний молочный саммит и сырный форум. Ну а сегодня в Сочи начала свою работу международная конференция Евразийского экономического союза по производству и переработке молока. На форуме в Сочи собрались ведущие представители молочного рынка со всей России, союзных государств. География конференции с каждым годом расширяется. Так, например, впервые на форум в этом году приехала Молдова. Представители сельхозпредприятий, племзаводов, молочных и сыродельных комбинатов собираются вместе, чтобы обсудить общие проблемы. В том числе содержание, кормление, заболевания дойного стада и поставки высококачественного молока сырья на предприятия молочной промышленности. Перед Минсельхозом России стоит задача дальнейшего стимулирования привлечения инвестиций в молочное скотоводство и создание как крупных высокотехнологичных предприятий, так и средних мелкотоварных предприятий, ферм с использованием современных технологий в содержании кормления стада. На форуме отметили, что молочная отрасль – это приоритетное направление в нашей стране, поэтому оно активно поддерживается государством, и уровень господдержки в этом году остается на уровне прошлого года. Форум будет работать в Сочи три дня. Как отметили его участники, ежегодная конференция стала эффективной площадкой для диалога науки, бизнеса и государства. На Америтинской набережной появятся турникеты, шлагбаумы и новые дорожные знаки, запрещающие движение авто- и мототранспорта. Вопрос безопасности обсудили сегодня на планерном совещании главы города. Основным в повестке стал и пункт о подготовке к фестивалю молодежи и студентов. Не обошли чиновники и самую обсуждаемую тему в городе – водоснабжение. Все подробности у Инги Габешия. В городе снова череда событийных мероприятий. Новую волну сменит фестиваль молодежи и студентов. Разговор о завтрашнем дне молодые люди со всего мира начнут в Сочи 14 октября. А вот подготовка к международному событию должна вестись уже сегодня, подчеркивает Анатолий Пахомов. Глава города отмечает принимать десятки тысяч гостей. Курорт будет в период бархатного сезона, при том загруженным на 89%. Гостиничный сектор на октябрь уже продан. Поэтому особое внимание, впрочем, как всегда, на безопасность. Подключиться к работе снова необходимо общественникам и возобновить работу с правоохранителями. То есть передавать полицейским информацию о лицах, проживающих в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах. Благодаря такой схеме только за месяц стражи порядка составили 50 уголовных дел по фиктивной регистрации иностранцев. Основное уже место проведения фестиваля молодежи – Олимпийский парк. Там, говорит Пахомов, необходимо пресечь незаконный бизнес местных предпринимателей, который, ко всему прочему, небезопасен. Электро- и мототранспорт, который сочинцы и туристы берут на прокат, становится причиной ДТП. Я прошелся по набережной, увидел многочисленное количество гонщиков на этих электровелосипедах, потом как электросамокатах. Ну, все, что можно, все там неслось опять. Скорость не меньше 50 километров. Это ужас, конечно. У нас сегодня в Амеретинской низвенности даже дети дошкольного возраста едут за рулем этих транспортных средств. Это безобразие. До 10 октября требует мэр в Амеретинской низвенности не должно быть ни одного, в том числе двухколесного транспорта с электродвигателем. На въездах могут установить и турникеты со шлагбаумами. Также глава города потребовал установить в Амеретинке вывески, предупреждающие о запрете пользования техническими средствами передвижения. У департамента оформления дизайна городской среды три дня на изготовление таких информационных плакатов. Это в первую очередь наши предприниматели Агверского района, которые неуправляемые. И они плевать хотели на сотрудников полиции, которых их предупредили. Надо корень искать. А корень это прокатчики. А с прокатчиками могут, они нарушают закон. С нарушителями закона кто должен работать? Только полиция. Участковые должны обойти эти пункты проката, наказывайте по статье 19.3. То есть отдавайте в суд. Вы же этого не сделали еще? Нет. Не привлекли. Среди докладчиков сегодня и руководитель городского департамента транспорта Юрий Усачев подвел итоги работы, проведенной по поручению главы города. Задачей специалистов было в прямом смысле слова разрулить ситуацию на авто и жидовокзалах и ликвидировать заторовые ситуации. Составляются административные протоколы, которые за собой влекут штрафы на водителей легковых такси, которые нарушают правила дорожного движения в местах массового скопления людей. Много вопросов сейчас предстоит решать и МУП Водоканалу. Хотя сегодня проблем с водой в городе нет. Провокации коммерческой организации не прошли. Как известно, руководство ООО Сочи Водоканала пытается скрыть часть муниципального имущества. Этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы. Подробности неэффективной работы бывшего арендатора станут известны на следующей планерке. Вопросы жизнеобеспечения в городе первостепенные, но о праздниках тоже не забывают. Завтра, 13 сентября, в Крае отмечается 80-летие Краснодарского края. В Сочи в 16 часов состоится торжественное шествие. Встреча у здания Морпорта. Сегодня ночью на улице Медовая вновь проведут аварийные работы на водоводе. По этой причине с 23 до 3 ночи будет прекращено водоснабжение Кудепсты, Хосты, Мацесты, улиц Медовая, Белых Акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая и поселка Мирный. Также возможны перебои на Бытхе и в Раздольном. А пока тысячи сочинцев задаются вопросом при виде квитанции об оплате водоотведения и водоснабжения. Смена поставщика услуг заставила жителей занервничать. Напомню, что с 1 сентября генеральным поставщиком услуг стал МУП «Водоканал», который пришел на смену коммерческому предприятию «Сочи-Водоканал». Руководители новой ресурсоснабжающей организации рассказали, кто кому и сколько должен платить. За неделю работы в здании МУП «Водоканал» еще просто не успели поменять баннеры и плакаты. И все-таки абоненты должны понимать, что платить по счетам, задавать все интересующие вопросы, заключать договоры нужно там же, где и всегда, на Гагарина-73. Десятки сочинцев ежедневно обращаются, чтобы разобраться, где и кому оплачивать услуги, а главное, по какому тарифу. Прошел такой слух, что будет понижение тарифов на воду и особенно на канализацию. Конечно, нас это взбодрило. Нам хочется, чтобы было понижение тарифов. Но будем ждать. Конечно, хотелось бы, чтобы было понижение тарифов. Хотелось бы, чтобы было такое внимательное отношение к нам, как абонентам. Тарифы, правда, отличаются от прежних. Сниженная цена, объяснили «Водоканале», на самом-то деле, самая оправданная на сегодняшний день. Правда, если перед прежним поставщиком остался долг, его погашать сочинцам придется по старым расценкам. Что касается услуг по водоснабжению и водоотведению в центральном районе города Сочи, в Адлере, там, где ООО «Сочи-Водоканал» работал, в Лазаревском, в Дагомысе, в Головинке и так далее. За июль и август услугу эту оказывало предприятие, которое называется ООО «Сочи-Водоканал». Оплачивать свои долги перед прежним поставщиком ООО «Водоканал» настоятельно рекомендует. Но стоит обратить внимание, какой предлагается счет для оплаты. Многие абоненты недавно получили квитанции с реквизитами компании ООО «АБВК». Юристы в этом случае остерегают плательщиков. Как бы потом не получилось, что деньги отправили, а долг перед ООО «Сочи-Водоканал» остался. В принципе, 416-м федеральным законом о водоснабжении и водоотведении, он не запрещает заключать организации ресурсоснабжающей, агентские договоры. Но 103-й закон, который как раз-таки регламентирует, повторюсь, их деятельность, он указывает именно то, что агент вправе действовать, но только по приему наличных денежных средств, а не безналичных. Таким образом, если платить, то только на счет ООО «Сочи-Водоканал». Генеральным поставщиком по водоотведению и водоснабжению МУП «Водоканал» стал после подписания главой города постановления. Позже состоялся суд, где переход права на работу МУПа снова подтвердился. Платить за услуги водоснабжения и водоотведения новому поставщику сочинцы будут только с сентября. В соответствии, опять же, с решением суда и постановлением главы города, услуги водоотведения и водоснабжения практически во всем городе оказывает МУП «Город Сочи-Водоканал». Соответственно, в конце месяца придут наши платежки со счетом, и вот тогда нужно оплачивать нам за сентябрь месяц. Исключение только для Адлерского района. Там МУП «Водоканал» генеральным поставщиком услуги по водоотведению стал еще 1 июля. До сих пор ООО «Сочи-Водоканал» не передал новой организации ни базу абонентов, ни прочую документацию. А пока приходится едва ли не заново восстанавливать именно тех, кому нужно поставлять воду. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Состояние и перспективы развития высшего образования в современном мире. Под таким названием в Сочи сегодня открылась Международная научно-практическая конференция. Она проводится Международным инновационным университетом совместно с Фондом развития отечественного образования. Расскажет Елена Авсетцина. В рамках Всероссийской недели в вузовской науке в Сочи собрались ведущие преподаватели вузов России, США, Франции и Германии. Площадкой для дискуссий традиционно стал Международный инновационный университет. Открыл конференцию председатель Ордкомитета, академик доктора педагогических наук Михаил Берулава. Он обозначил тему обсуждения и пригласил коллег к диалогу. Речь зашла о подготовке студентов разного профиля на руководящие должности, в том числе и высшие. В основе деятельности менеджера высшего звена обязательно лежит необходимый высокий уровень практического и социального мышления. То есть на основании этого он будет строить грамотные межличностные деловые отношения, понимать, интерпретировать поведение других людей, свое поведение, управлять коллективом. Но пока в вузах таких учебных программ нет, а чтобы двигаться вперед, необходимо сделать анализ состояния российского высшего образования. Этим и занимались сегодня участники Международной научно-практической конференции. Сегодняшнее очень короткое выступление мое именно будет посвящено проблеме междисциплинарности, как междисциплинарности исследований, которые, на мой взгляд, сегодня архиактуальны для того, чтобы действительно вот в этой очень сложной и неопределенной ситуации поиска стратегии, вектора, тенденции, методов развития современного образования, каким-то образом определиться. Теме обсуждения современного состояния и перспектив развития высшего образования в современном мире подключились и зарубежные преподаватели. Во Франции 79% – это государственное финансирование, а 11% – частное финансирование от семей и другие частные источники, 10% – от компаний, которые спонсируют обучение. Всероссийская неделя в вузовской науке продолжается. Ученые намерены детально обсудить развитие образования в мире. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На Сочинском пляже сегодня пели о любви и реяли алые паруса. Таким образом, светловская мускомедия ознаменовала начало своих гастролей в Сочи. Артисты с большой буквы, они решили даже пресс-конференцию превратить в театральное действие. Тон задали солисты мускомедии. Им и оркестр не нужен. На открытой террасе реют алые паруса. Это символ одного из спектаклей театра, музыку к которому написал Максим Дунаевский. В Сочи Свердловская мускомедия привезла 11 постановок. Все они будут представлены с масштабными декорациями, полным актерским составом и живым оркестром. Восемь длинномеров, камазов приходят. Сами понимаете, более двух тысяч с половиной костюмов. 220 человек приезжают на эти гастроли, где есть все. Во-первых, оркестр, хор, балет, солисты все. То есть мы при полном параде, при полном наборе всех наших звезд, которые у нас есть в нашем театре. А их у нас немало. Настроение невероятное, потому что сегодня, когда мы ночью выходили из дома, чтобы поездить в аэропорт, примерно на улице было 4 градуса. Вам сложно это представить? Да, шквальный ветер. Свинцовые облака, которые низко надвисали, над Уралом. Да, мы были в пуховичках. И через три часа мы оказались в Раю. Ура. В Сочи из Екатеринбурга прибыли чудеса венской архитектуры в миниатюре. Царская карета и старинное авто в натуральную величину, гигантская длань Божья, стилизованный зимний дворец, еврейская деревня, советский парк, итальянский рынок, кусочек зимнего леса, больше двух тысяч костюмов и сотни килограммов реквизита. К турне готовились не только артисты. Ждал и сочинский зритель. На курорте за полгода прошло немало мероприятий, анонсирующих масштабные гастроли. Такой системный характер работы, взаимодействия администрации города с таким прославленным, с таким замечательным, с таким знаменательным совершенно театром музыкальной комедии, Свердловской музыкальной комедии для нас, для нашего города, это просто супер проект. В репертуаре лидеры проката. В Сочи покажут легенду Бродвея, мюзикл «Скрипач на крыше», стопроцентно итальянскую комедию «Черт и девственница», сценическую версию знаменитых «Веселых ребят» и новый хит Максима Дунаевского, мюзикл «Алые паруса». Некоторые постановки приехали на гастроли по просьбе сочинских зрителей. Это мюзикл «Екатерина Великая» и спектакль «Лауреат четырех золотых масок. Мертвые души». Также в Сочи пройдут «Кальмановская принцесса цирка» и две опереты «Штрауса», «Летучая мышь» и «Венская кровь» и ретро-ревью «Парк советского периода». Для маленьких зрителей театр запланировал многочисленные показы сказки «Секрет храбрости». В Сочи пройдут бесплатные симфонические концерты. С 11 по 17 сентября в городе состоится фестиваль легенды летнего театра. Он является продолжением петербургских сезонов, которые симфонический оркестр «Классика» из Северной столицы проводит с 2002 года. Концерты оркестра «Классика» всегда праздник для зрителей, ведь его руководитель, заслуженный артист России Александр Канторов, необычный дирижер. Обязательным элементом всех выступлений маэстро является живое общение и разговор с публикой. Фестиваль этого года станет воспоминанием о славном прошлом советской исполнительской школы. Все это неразрывно связано с Сочи. Проект Александра Яковлевича настолько органичен, он настолько подходит нашему городу, он настолько хорошо вписывается в пластику нашего курортного города, что этому проекту прямо все сразу помогают. Это прекрасное место, где начиная с 50-х годов, еще Евгений Александрович Муравинский, гениальный советский бережер, ленинградский, начал эти сезоны. Мне это место очень дорого, еще и потому, что я играю как на скрипке в качестве архестранта еще, ленинградской филармонии. У нас здесь были сезоны, которые я, собственно, и пытаюсь возродить. Новым событием этого сезона станет симфоническая сказка для детей Сергея Прокофьева, Петя и Волк. Детский концерт пройдет 13 сентября в районном Доме культуры Аэлита на Бытхе. В горной Олимпийской деревне на Розе Хутор 15 сентября состоится программа «Вальс в горах», где прозвучат произведения Глинки, Глазунова, Чайковского, Петрова и других известных композиторов. Концерт закрытия фестиваля станет самым ярким событием, ведь он будет целиком посвящен Петру Ильичу Чайковскому. Все концерты будут сопровождаться демонстрацией видеоматериалов с выступлениями известных музыкантов, ранее принимавших участие в летних сезонах в Сочи. Вход на все концерты свободный. Шуба для вас – так называется выставка-ярмарка, которая открылась сегодня в Сочи. Она развернулась в выставочном центре на Несебрске и предлагает богатый выбор меховых изделий – от классики до супермодных моделей. Шубы, в том числе автоледи, полушубки, жилеты, шьют на известной фабрике «Аделина» в Пятигорске. Что предлагают на выставке и какие модели сегодня на пике моды – расскажем в нашем следующем материале. Тепло, практично, престижно, а еще очень красиво. Все это о меховых изделиях. Шубы, полушубки и жилетки из этого материала не теряют своей актуальности. Но не всякая шуба может служить от 5 до 15 сезонов. А мех от Пятигорской фабрики «Аделина» вполне утверждают продавцы. Выбор меховых изделий богатый, как и сам мех. Качество высокое, при этом цены приемлемы. Мы представляем одну из крупнейших фабрик города Пятигорска – фабрика «Аделина». У нас большой широкий ассортимент по меху. Также есть жилеты. У нас недавно проходила всероссийская выставка, мы участвовали. Есть у нас выставочные модели в норке, в мутоне, в каракуле. На выставке в Сочи верхнюю одежду по вкусу сможет найти любой покупатель. Широкий выбор шуб, жилетов и полушубков из нежной норки. Интересная линейка изделий изнутри – мутон, астроган премиум класса – тоже можно приобрести здесь. Или, например, редкую норку-крестовку. Много комбинированных моделей. Вот, например, афганская каракульча с отделкой из канадской норки. А это тренд сезона – норковая шубка с отделкой из питона. Это, кстати, тоже писк моды – норка цвета кабальта. Гостья выставки Ирина приехала в Сочи из Нью-Йорка. Говорит, за границей примеряла много меховых изделий. Качество пятигорского меха приятно удивило. Первое, что я помирила, и вам хочу признаться, что снимать мне это не хочется совершенно. Очень комфортно и очень уютно я в ней себя чувствую. Приятная такая, мягенькая, шелковая, хорошая, очень норка, чудная. И вообще очень интересные модели, коллекции я здесь вижу. Просто глаза разбегаются. Покупателей приятно удивят и специальные акции здесь предлагают скидку от 20 до 70 процентов в зависимости от модели. Кроме того, шубы и жилеты можно купить в рассрочку и кредит. Всю информацию о выставке можно найти на сайте «Шуба для вас» и на страничках в соцсетях. Выставка в Сочи работает до 24 сентября с 10 до 20 часов. Инга Габеша, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания «Производитель Циркония» проводит акцию в клинике «Валеденталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского, 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...